МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Здравствуйте. В эфире программа Патруль. Я ее ведущая, Айка Сундер. Автомобильные кражи, пьяные водители. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали. Сотрудники полиции Козелла раскрыли кражу, совершенную в особо крупном размере. 18 марта в дежурную часть обратилась 51-летняя местная жительница. Она сообщила, что в этот день примерно с 9 до 11 часов кто-то, разбив окно, проник в ее дом и украл компьютерную технику, деньги и ювелирные изделия. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей. По данному факту, следователем возбуждено уголовное дело, кража, совершенную в особо крупном размере. Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Козеллу в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана подозреваемая в совершении кражи. Ею оказалась неоднократно судимая 44-летняя местная жительница. При проведении допроса фигурантка уголовного дела дала признательные показания. Часть похищенных ювелирных изделий, изъятые из ломбарда в городе Козелле. Расследование уголовного дела продолжается. В данный момент следователям произведена выемка части золотых изделий из ломбарда. В настоящее время подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пересечения. В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Со штрафом в размере до 1 миллиона. В Туве госавтоинспекторы пресекли перевозку наркотического вещества в крупном размере. 28 апреля на автодороге Р-257 Енисей госавтоинспекторами для проверки была остановлена Тойота ИСТ. Транспортным средством управлял 41-летний житель села Сугакцы. Помимо водителя, в салоне авто находились пассажиры, один из них в урожении Цюльхольского района, в возрасте 20 лет. В ходе проверки документов водителя автомобиля сотрудники полиции обратили внимание на поведение 20-летнего пассажира. Он заметно волновался. Во время личного досмотра у молодого человека обнаружены два свертка с характерным запахом дикорастущей конопле. Как показало исследование, мужчина хранил по себе наркотики. Гашиш общим весом более 160 граммов, что является крупным размером. В настоящее время молодой человек доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело. В минувшие дни в Козелле зафиксировано три факта угона машин. Транспортные средства не были оборудованы сигнализацией. 23 апреля около 4 часов утра в дежурную часть Козелла с заявлением обратился 42-летний гражданин. Он сообщил, что ночью у него украли машину «Богдан», которая была припаркована возле дома. Также около 8 часов этого дня в полицию Козелла поступило заявление от 46-летней местной жительницы. По ее словам, ночью неизвестной со двора дома угнали ее автомобиль марки «Приора» стоимостью 425 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. По предполномочиям уголовного розыска Управлением МДРСИ по городу Козеллу проведен комплекс оперативно-физыскных мероприятий, в ходе которого задержан подозреваемый в совершении хищения транспортных средств. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. При проведении допроса задержанный дал признательные показания. Похищенные автомашины были обнаружены во дворе частного дома, где проживает фигурант уголовного дела. Но на этом угоны не заканчиваются. В этот же день около 11 часов зарегистрировано очередное заявление о краже автомобиля. Обратившийся к полицейским 28-летний мужчина сообщил, что утром обнаружил пропажу своей автомашины ВАЗ, которая на ночь была припаркована также во дворе дома. Сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей. В Козыле произошло два ДТП на пешеходных переходах. Дорожно-транспортные происшествия совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. 26 апреля около 17 часов в дежурную часть поступило сообщение о наезде на несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным установлено, что 31-летняя женщина, управляя ТОТ-карина, двигалась по правой экране по лосе улицы Кахи. Допустила наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы была госпитализирована 15-летняя девушка. Второй наезд на пешеходы совершен днем 28 апреля на улице Ленина города Козыла. Сотрудниками полиции установлено, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем ТОТО «Аллион», двигаясь по улице Предмостная, допустила наезд на 78-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована от травматологического отделения Республиканской больницы. В настоящее время, по данным фактам, сотрудниками ГАИ проводятся проверки. Самое время узнать, сколько ДТП произошло в регионе. Сводка ГИБДД далее. С 22 по 28 апреля в республике зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, четверо получили травму. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 62 водителя в состоянии опьянения. Из них 4 автоледи. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. В Пехемском районе вынесен приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть человека. В Пехемский районный суд ТУВ вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя Турана. Как установлено судом, 3 августа 2017 года около 22 часов подсудимый на своем мотоцикле, который не был поставлен на государственный учет, двигался в западном направлении по улице Советской Турана и вместе с двумя малолетними пассажирами. При этом подсудимый знал, что тормоз мотоцикла находится в неисправном состоянии. По дороге водитель мотоцикла увидел пешехода, стоявшего на краю проезжей части. Не имея возможности притормозить, он по неосторожности сбил пешехода. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных телесных повреждений, осложнившихся травматическим шоком. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишения права управлять транспортным средством сроком на 2 года. Майские праздники. В это время у детей и подростков появляется больше свободного времени. Они чаще предоставлены сами себе. Не всегда детские занятия могут быть безопасны. Их подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует прежде всего отсутствие должного контроля со стороны взрослых и не заняться детей организованными формами отдыха. Напомним, что в середине апреля в Тувепе от несчастных случаев уже погибло 3 ребенка. Именно поэтому Мерия Кызола напоминает родителям о детской безопасности, в частности во время выходных. Уважаемые горожане, в городской столице, нам предстоит очень много дней отдыхать. Будут выходные, праздничные дни. Хочу призвать родителей, дедушек, бабушек, чтобы в выходные дни, когда вся семья дома, чтобы они были более ответственны на отношениях своих детей, чтобы они присматривались за ними, чтобы в доме находились обязательно взрослые, чтобы детей не оставляли без присмотра. Потому что в последние дни в городе Кызыле очень часто случаются несчастные случаи с детьми. То падают с высоких этажей окон, то обжигаются, то падают еще неизвестно куда. То есть, одним словом, дети остаются без присмотра, и с ними случаются несчастные случаи. Ни в коем случае не оставляйте лекарств без присмотра, агрессивные какие-то опасные вещества, горючие материалы, спичка особенно, чтобы дети не баловались огнем и так далее. И чтобы дети не ходили без присмотра к реке Енисей. В свободное время представление детей едва ли не единственное пространство, где существует особый мир, где правят фантазии и игра, где действуют иные, чем в мире взрослых правила поведения. Поэтому зачастую дети могут просто-напросто забыть о собственной безопасности, в частности, на дорогах. Во всем мире в результате ДТП ежегодно погибает свыше 180 тысяч детей и подростков. Каждый день на дорогах планеты от последствий ДТП умирает более 500 юных граждан. Если перевести эти цифры в минуту, то получается страшная статистика. Каждые 4 минуты в результате дорожной аварии мы теряем одного ребенка. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах в период празднования майских праздников, когда в городе Кызыле увеличивается число автомобилей и пешеходов, в частности, пешеходов детей. За три месяца текущего года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Поэтому еще раз призываем взрослых быть предельно внимательными, бдительными, в особенности родителей, следить за своими детьми в период майских выходных. Отметим, что родители несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. К сожалению, не все родители интересуются, где находятся и чем заняты их дети. Именно с целью снижения рисков трагических случаев с участием детей Республиканская прокуратура напоминает об ответственности самих родителей. Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию влечет административную ответственность по статье 5.35 КОАП РФ, которая предусматривает три части в зависимости от совершенного действия либо бездействия. Максимальная санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей и административный арест на срок до 5 суток. Заведомо оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии или лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. В случаях, если виновный имел такую возможность оказать помощь, но не оказал, предусмотрена уголовная ответственность по статье 125. Санкция данной статьи предусматривает штраф обязательной работы, исправительной, принудительной работы, а также лишение свободы до одного года. Более того, родители, законные представители, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 156 Уголовного кодекса РФ. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефонной редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Туинской единая службы информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «ГОРО» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «ГОРО» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты под качки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В «ГОРО» есть все. «ГОРО»! Некрасова, 45. Телефон 32-22-15. Это чтобы полы сверкали, это чтобы окна блестели, это чтобы не задерживалась пыль, а это чтобы кафель был как новый. Настоящая хозяйка всегда знает, где купить все необходимое. «Химтоп» – большой выбор средств для чистоты вашего дома. Я покупаю здесь, на «Юна Курсиде» 103-2. «Химтоп» – большой выбор средств для чистоты вашего дома.